дорогие друзья всех с понедельником каждый человек в этой жизни может ощущать свое тело и прийти к неоспоримому выводу о реальности ощущаемого каждый человек имеет возможность ощущать свою душу да и и очень сложно почти невозможно описать но ощущать можно и каждый может это сделать если еще не пробовал посредством осмысливания и анализа того что есть взгляд человека 6 часов 59 минут 59 секунд утра вы еще спите в тот миг когда вы открываете глаза а мыслительные функции еще не вашей голове не присутствует ни одной мысли еще вашей голове нету вы уже знаете факт вашего бытия этот факт не требует осмысления он не эмоционален он просто факт безмолвное знание вы есть и есть здесь это очень тонкий момент в 7 часов 00 минут 00 секунд вы уже включились в мыслительный процесс вы уже думаете мысли ворохом слов лезут в ваши головы но мгновение назад вы были собой вы были душой но не телом мир в котором мы с вами существуем также можно наблюдать эмпирически а следовательно для человека он воспринимается как реальность в тот момент когда душа человека отождествляется с телом в области сознания происходит формирование его его нереально это иллюзия это фикция можно попробовать описать это следующим примером человек стоит перед зеркалом он понимает что зеркало реально он понимает что он сам реален но его отражение в зеркале нереально и это он понимает тоже по аналогии с этим экспериментом душа реально тело человека реально отождествление души с телом нереально именно поэтому существует мудрое выражение все люди есть не более чем отражение одного сущего в зеркалах эгоцентричности есть еще и выражение что все люди есть тени отца нашего изображение солнца в различных религиях с расходящимися лучами это символизирует особенно наглядно древнеегипетские изображения солнца ра с лучами заканчивающимися вот такими человеческими ручками вы наверняка видели кто из пытался или смотрел историю богов древнего египта в тот момент когда человеку приходит осознание так называемое просветление очень модное слово нынче стало просветление мыслительные процессы в принципе не прекращаются они не могут быть отброшены осознанность это тотальный контроль души наблюдателя над мыслительными процессами в сознании человек дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание до этого биоробот функционировал на автопилоте логического мышления подчиненного иллюзорному эго это было так называемым хозяином тела но не ваше истинное я именно поэтому многие люди удивляются и раздражаются почему они не могут себя контролировать и часто сожалеет о содеянном но не находя объяснений просто смиряются с таким положением вещей логика предопределяет выполнение программ в соответствии с шаблонами запомненных моделей поведения в соответствии с текущей ситуации в этом нет гибкости человек становится абсолютно предсказуем в основных реакциях и достоверно прогнозируемым в более сложных ситуациях в нестандартных ситуациях умный человек растерян он не знает что делать именно потому что в его памяти нет инструкции соответствующий к такой модели ситуационной и поэтому возникает страх перед неизвестностью пока человек на автопилоте он жертва по определению он раб после осознания только вы сами будете пилотом и хозяином своего тела и своей жизни и никак иначе ибо вы перестаете использовать шаблоны с а в том числе и социальные и в каждой ситуационной модели реагируете нестандартно паттерном которые вас импринтированы ранее получая решение из общего божественного банка данных а там все тотально гармонично и решение всегда будет верным вероятно вы встречались ситуации или или и подобные когда к примеру вы хотите спать а он продолжает и продолжает функционировать все новые и новые мысли не дают вам возможности заснуть и чем более и более вы раздражаетесь по этому вопросу тем сильнее чем сильнее вы сопротивляетесь тем активнее становится этот процесс для осознанного человека ум не более чем функция полезное приложение как в вашем телефоне или компьютере который вы можете включать или выключать по собственному уразумению и полностью под контролем материя проявленного мира не может обманывать или обманываться это возможно только в сознании человека в реакции ума и души кислород с водородом не могут в реальности образовать нереальную воду только в сознании возможны ошибки материального мира но осознание человеком вариативности процессов ума возможности получения ошибочных суждений само по себе предполагает возможность избежать этого именно поэтому сознание способна познать истину дорогие друзья всех вас еще с прекрасным днем в этом замечательном мире в котором мы с вами живем всех вас целую всех вас люблю до новых встреч пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание видео